здравствуйте и вновь с вами дела семейные и я галина карташова сегодня мне хотелось бы поговорить на тему как рождаются слухи да вы правильно услышали именно хочется поговорить о том как рождаются слухи каждый день я провожу мониторинг тех новостей изменений которые нам предоставляет интернет пространство и вдруг я наткнулась на такую интересную статью в которой было написано минюст разрешил загсом регистрировать браки на дому и дальше к своему великому удивлению я увидела и прочитала такую интерпретацию о которой в принципе даже не приходится говорить мне очень странно что наши уважаемые журналисты не вникая в юридическую суть дают комментарии со своей точки зрения а это вводит людей заблуждения поэтому я хочу развеять такие заблуждения регистрация брака на дому она была предусмотрена еще и при введении в действие федерального закона бакта гражданского состояния 1997 году регистрация брака на дому в больнице и в иных учреждениях а иными учреждениями как правило у нас является места лишения свободы там где находятся люди которые не имеют возможности свободно передвигаться все это было а то о чем написали журналисты это не разрешение а просто внесение изменений в административный регламент в котором прописываются действия алгоритмы этих действий при выезде на дом в больницу или в места лишения свободы так вот особыми условиями которые позволяют органам загс выезжать для регистрации брака надо в больницу или в т.у. является или тяжелая болезнь когда человек нетранспортабелен и сам не имеет возможности приехать для заключения брака в орган загс больницы это естественно когда человек находится на смертном модре и он не дома а в медицинском учреждении ну и как я уже сказала лицам к лицам которые находятся в местах лишения свободы и тоже не имеют возможности лично явиться в орган загс поэтому ничего нового нам не привнесло вот такое внесение изменений в административный регламент но сбило с толку людей которые решили что если есть особые условия то можно пригласить регистратора на дом причем интерпретация наших журналистов такая что особыми условиями они называют беременность болезнь угроза жизни и какие-то другие моменты вот это все эти особые условия они относятся только к теме снижения срока при регистрации брака уменьшение его или увеличение поэтому если у вас должен родиться ребенок то есть имеется в наличии беременность это не является поводом к тому чтобы к вам приехали на дом и зарегистрировали брак если мы с вами здоровы и если мы с вами можем свободно передвигаться нас ждет орган загс но никак не выезд на дом поэтому хотелось бы обратить ваше внимание не надо рассчитывать на то что при особых обстоятельствах которые я назвала беременность или просто вы себя плохо чувствуете причем один журналист даже внес скажем такой комментарий но человек который не любит публичность и не любит выезжать в общественные места вот к нему приедут на дом якобы это особое условие ничего подобного давайте правильно читать с вами нормативные документы обращаться за комментариями к юристам и тогда мы с вами правильно будем оформлять все свои документы вот такие дела семейные